Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что мы уже, будучи, выйдя из Египта, будучи отпущенными уже фараоном, вором, и будучи свободными людьми, Всевышний нас не ведет короткой дорогой. Это нам огромный урок. Потому что если бы он нас повел бы прямой дорогой, короткой, без нашей главы, мы бы испугались, мы бы видели бы войну. У нас бы могли выйти плещи, да, перестрелять. Мы бы испугались и обратно прямой дорогой убежали бы в Египет. В связи с этим я хотел бы рассказать одну проблему, через которую проходит каждый еврей, который репатриируется в Израиль. Когда человек переезжает в Израиль, первым делом у него огромный подъем, духовный подъем. Он чувствует себя комфортно, как в сказке. Ему нравится природа, ему нравятся магазины, еда, люди. Он учит иврит, он счастлив, то есть он чувствует себя, как в своей тарелке. Но так устроена природа человека, что через какое-то время, полгода, год, это опять-таки зависит уже от человека. Он начинает скучать по тому месту, где он вырос, по родине, так скажем, в кавычках. И то же самое было с еврейским народом. Но Всевышний нам хотел показать тем, что он нас не повел этой коробкой дорогой, что нам нужно выбирать. То есть нам предстоит серьезный выбор. И если посмотреть географически, Всевышний нас увел от границы Египта на три дня расстояния. Потом он нас вернул обратно, как бы к границам Египта. С другой стороны мы видим, что параон, он забыл все, все сразу он забыл, все казни и побежал за евреями. Теперь что видят евреи, к чему они пришли? Вот мы возвращаемся обратно, как бы к границам. И мы видим, несется к нам наше прошлое параон с колесницами, с всадниками, все красиво. Но есть одно но. Его основная цель нас уничтожить. И поэтому Всевышний нас ставит перед Тростяковым морем. То есть он ставит нас перед выбором. Либо вы идете за мной, за меня, идете вперед в море. Либо если вы пойдете назад, вы умрете. В данном случае у евреев такой же выбор, когда он делает Алью. Ведь настоящая жизнь, она может быть только в Израиле. Только в Эрец-Исраиле. Если мы возвращаемся обратно, то там существование, так говорят наши мудрецы. По-настоящему реализовать свой еврейский потенциал, свою душу можно только в Израиле. И только после этого, после того, как мы проходим через Тростяковое море, через Красное море, появляется наш народ. То есть рождается наш народ, формируется наш народ. Хочется бы пожелать всем нам Шаббат Шалом, чтобы наш переезд, чтобы наша Алия была по-настоящему осознанной. И мы не боялись идти вперед за Кворца. Он в свою очередь о нас позаботится. Шаббат Шалом. Благодарю вас. Спустимся. Ну да. Скорее всего, оно тебя не подпишет. Я это все...